всем привет меня зовут артем и вы на канале коптим вместе выпуск у нас новогодний поэтому сегодня готовить ничего не буду а будет готовить дед мороз встречайте друзья мои ну здравствуйте здравствуйте мои дорогие ну что ж сегодня мы с вами приготовим очень интересное новогоднее блюдо сегодня мы решили сделать перепелочек сегодняшнее наше видео обязательно досмотрите до самого конца вас ждет приятный сюрприз для приготовления нашего блюда праздничного новогоднего нам потребуется перепелки у меня общий вес их 500 грамм далее соль поваренная соль нитритная сахар и обычная чистая питьевая водичка комнатной температуры вот такие незамысловатые ингредиенты нам потребуются для того чтобы украсить наш праздничный новогодний стол хотя забыл дедушка старый стал как же мы будем готовить без внученьки да без снегурочки здравствуй милая здравствуй дедушка здравствуй ну помоги мне приготовить как же конечно помогу чтобы наш праздничный стол то был вкусным и сытным конечно помогу я предлагаю приступить к нашему первому этапу ах да старый стал забыл рассказать наше видео наш рецепт будет разбить на несколько частей на несколько этапов первым этапом мы замаринуем наших пташек вторым этапом мы их немножечко подвялим третьим этапом мы их будем коптить и четвертым этапом внучка у наверное мы их попробуем да конечно надо будет их продегустировать все правильно поэтому не будем мы терять время и приступим к первому этапу поехали друзья мы на один килограмм нам потребуется 10 грамм поваренной соли 10 грамм нитритной соли и 2 грамма сахара но поскольку у меня 500 грамм соответственно мы делим все это напополам мы возьмем 5 грамм нитритной 5 грамм поваренной соли смешаем их также добавим сахарок и перемешаем внуча дай-ка мне ложечку ой спасибо моя хорошая теперь мы перемешиваем эту посолочную смесь а далее мы возьмем с вами 50 миллилитров чистой воды и добавляем соль с сахаром воду внуча помоги старому перемешал пожалуйста до полного растворения давай моя хорошая давай давай мой хорош ай да внученька ай да помощница растет получается ли у тебя получается дедушка я стараюсь старому как повезло с внучей ну-ка проверяй в ребятки мальчишки и девчатки посол у нас будет сегодня методом шприцевания есть у меня вот такой шприц красивей шиной до невозможности это мне лесной эльф подарил но к сожалению перепелочки наши слишком малы что пользоваться таким шприцем поэтому мы возьмем обычной медицинской из нашей лесной аптеки спасибо внученька все предусмотрела внуч подай мне контейнер пожалуйста вот ты моя золотая давай ставь мы будем с вами шприцевать перепелочек для того чтобы они максимально быстро просолились обязательно шприцуем как можно чаще как можно больше делаем проколов для того чтобы наша посолочная смесь распределилась по этому нежному мясу все все обкалываем со всех сторон везде и крылышки и под крылышком везде везде грудочку внуча набери ко мне шприц достаточно здесь достаточно спасибо моя хорошая ну что ж мои дорогие вот мы с внученькой и на шприцевали наших перепелочек теперь мы с вами их поместим в вакуумный пакет и уберем в холодильник на сутки на просол внучь дай мне в вакуумный пакетик пожалуйста ой спасибо открывай а мы будем сейчас складывать наших перепелочек поместили наших перепелочек вакуумный пакет и друзья мои очень важный момент то посолочная смесь которая не вошла в наших птичек мы и и выливаем в вакуумный пакет теперь мы сейчас попросим нашу внученьку завакуумировать этих чудных созданий помоги внученька внученька включи аппарат спасибо внученька помоги старому закрыть крышку спасибо внученька вещь у тебя волшебно это есть леший принес леший принес чудеса техники о как с внученькой замариновали и упаковали наших перепелочек теперь мы убираем их насколько напомни мне на сутки дедушка спасибо дырявая башка стала на сутки убираем их в холодильник а что будет завтра то будет завтра вы все увидите ох не дойду наверное помоги убрать можно здесь спасибо внученька всегда рада помочь тебе дедушка ты же у меня один такой привет привет мои дорогие пролетела у нас ночка длинная в общем сутки у нас прошли да да перепелочки то наш наверное уже промариновались пришло время достать их из холодильника помоги внученька сочные блестящие красавицы слили мы лишний рассольчик теперь выкладываем наших перепелочек на поднос внученька подай-ка дедушки крючочек как скажешь дедушка спасибо милая одеваем наших перепелочек на острые крючки вот таким вот образом вот мы одели всех наших птичек на крючки теперь следующим этапом мы поместим их сушильную вялочную камеру для того чтобы они отеплились для того чтобы с них стекла лишняя влага а а насколько дедушка по времени внученька ну давай мы наверное пару часиков два два с половиной часа я думаю будет более чем достаточно они же такие маленькие вот поможешь мне поднос донести конечно дедушка пойдем внученька развесили наших курочек маленьких наших перепелочек все закрываю сушильную вялочную камеру да пойду прилягу внученька но напомни дедушки для чего мы повесили перепелочек подвялиться дедушка ну ты что забыл что у нас есть золотое правило при копчении это сухой продукт точно дырявая старая башка дым же ложится только на сухой продукт спасибо внученька да не за что дед спасибо милая хоть два с половиной часика полежал получше стало чуть-чуть отдохнул за это время перепелочки наши подвялились сейчас посмотрим ну да с них стекла лишняя влага снегурочка пожалуйста дай мне поднос что это по-твоему удар вот удар на дедушка спасибо моя милая подержи пожалуйста перепелочки подсохли полностью готовы для копчения красавицы какие пойдем ко внуча в коптилочку друзья мои коптить наших перепелочек мы будем горячим способом при температуре 90 градусов готовы они будут когда внутри нашей маленькой красивой тушке будет температура в 70 градусов коптить мы с вами будем на ольховой щепе и уже в разогретую коптильню мы помещаем наших птичек хорошо закрыл чтобы не улетели ни в коем случае на два засова поджигаем дымогенератор и подаем дым в камеру что-то давно дедушка не брился дымогенератор мы с вами запустили открою сейчас камеру и проверю поступает ли дым как мы видим дым начал поступать нашу коптильную камеру мы ее закрываем и ждем наверное минут 30 после чего откроем и с помощью обычного термощупа проверим какая температура внутри наших перепелок а пока пойду полежу уморился прошло у нас минуточек 30 да да дедушка примерно давайте мы откроем коптилочку и проверим температуру внутри наших перепелочек внученька дай мне термощуп пожалуйста спасибо милая ох сколько дыма сейчас будет все лесные звери разбегутся ох а я такой холодный хватит петь проверяй уже давай за 30 минут перепелочки прогрелись до 45 с половиной градусов внутри я думаю что мы еще минут 25-30 подождем и выйдем на нужную нам температуру ну что ж мои дорогие прошло у нас час 40 мы уже открыли коптилочку сделали контрольный замер температуры она составляет 70 градусов внутри наших перепелочек теперь пришло время их доставать и дегустировать но разумеется конечно они потеряли веса хорошенечко но самый долгожданный этап это дегустация дегустация друзья мы мы с вами приготовили вот такое вот новогоднее блюдо это перепелки горячего копчения и нам уже не терпится их скорее попробовать предлагаю не терять времени и сразу приступить к этому наиприятнейшему и на вкуснейшем моменту их по хорошему можно оставить холодильнике на ночь чтобы ушел лишний запах копчения и вкус больше распределился по всем перепелочкам но мы не терпеливый мы хотим все и сразу мы будем пробовать сейчас поэтому строго не судите а мы начинаем пробовать так ну что выбираем любую головой вот какая тебе больше нравится давайте грудочку сейчас посмотрим что у нас там страна вообще наисочнейшая миска белая соответственно перепелочка наша готова какой аромат дедушке главное бороду не прожевать отвернусь какая сочная да нежная мягкая ой ну чего же пташка хороша друзья мои получилось очень вкусная сочная по соли вообще на мой взгляд идеально тебе тоже понравилось да за сутки естественно наши перепелочки полностью просолились поэтому друзья мы обязательно попробуйте приготовить по нашему рецепту он очень прост соль сахар и копчение все предельно просто и это блюдо я считаю что очень кстати подать как к новогоднему столу так и к любому праздник и к рождественскому да и просто захотел устроить себе приятный вкусный вечер закопти быстро просто и и сытно да друзья мы а если вам понравилось наше новогоднее видео обязательно подписывайтесь на наш канал подписывайтесь на инстаграм нашей красавицы снегурочки анютки ссылочка будет под видео а также пишите комментарии задавайте любые вопросы и давайте дружить давайте дружить вкусно друзья мои а также залетайте на нашу страничку вконтакте и подписывайтесь на наш инстаграм там много вкусного интересного и все вы увидите там быстрее чем зрители на ю тубе дорогие друзья подписчики и гости нашего канала от всей души поздравляем вас с наступающим новым годом и желаем вам счастья любви добра и всегда сытного стола так что оставайтесь с нами увидимся в следующем году им коптить будем мы разумеется вместе всех наступающим ура а и Субтитры создавал DimaTorzok